Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии пятницы в заключительных торгах этой недели. Как и всегда, мы с вами в 9.30 в прямом эфире разбираем события минувшей торговой сессии. Сегодня мы с вами поговорим, конечно же, об итогах заседания Европейского Центрального Банка и Банка Англии. Также обратим внимание на прочий фундамент, который имел место быть. Пару новостей точно есть. Новостей, которые все-таки оказали, на мой взгляд, еще больше влияние даже на динамику финансовых инструментов, нежели чем реакция трейдеров на факты конкретной итоги заседания ЕЦБ и Банка Англии. Соответственно, друзья, мы продолжаем следить за тем, что происходит в целом по макроэкономической статистике за информационным фоном, который, как вы знаете, сейчас основан только лишь на обсуждениях перспективы снижения темпов экономического роста и всех этих негативных последствий, прочих негативных последствий из-за усиливающегося торгового конфликта между США и Китаем. Однако сегодня, вот за редким исключением у нас бывает и такое, мы поговорим с вами о некоторой смене риторики уже с отсылкой на официальные источники, на чиновников из Белого дома, которые позволяют говорить о том, что, может быть, не все так плохо, как кажется, и, возможно, где-то и удастся, опять же, по отдельным положениям, отдельным пунктам договориться. Ну, я думаю, что этому мы с вами будем уделять все больше и больше внимания, потому что конкретная дата возобновления переговоров между США и Китаем пока неизвестна, но буду держать вас в курсе. Из важных событий сегодняшнего дня предлагаю обратить внимание на выступление председателя Банка Англии Марка Карни, хотя, я думаю, что очень интересный комментарий он сделал вчера, мы также сейчас о них поговорим. В 15.30 еще будет вовлекована статистика по розничным продажам США. Это еще один важный отчет, который будет своего рода прелюдией уже перед будущим показателем инфляции и будущих темпов экономического роста, потому что розница, она как раз и характеризует активность потребителей, а именно потребителей остаются расходы нам хозяйства, основным критерием, фактором и канализатором роста американской экономики. То есть, принижать значимость текущего отчета не стоит. Из всего перечня вообще макроэкономической статистики по штатам я выделяю только несколько данных. Это данные по инфляции, розничные продажи и, собственно, статистика по рынку труда Non-Farm Pels. Остальные отчеты имеют уже меньшее влияние на доллар и на финансовые инструменты. Сегодня у нас день интересный, будем следить за этим отчетом. Ну а как мы стараемся использовать в последнее время статистику по штатам, вы прекрасно знаете. Для нас каждый отчет это сигнал того, что будет с позицией Федрезерва. В 16.15 промпроизводство также по штатам. Не буду, опять же, откланяться от траектории такого анализа, который я только что провел. Поскольку мы промпроизводство не включили в перечень статистики, на которую стоит обратить внимание. Так, для образного интереса посмотрим и за этими цифрами, но не более. И в 20.00 сегодня нас ждет Байкер Хьюз количество нефтяных терминалов. Теперь давайте чуть разжуем, детализируем. Нефтянка 78.37 это закрытие прошлого дня, 78.21 сейчас. Причин для снижения нефти много. Они как технические, так и, собственно, фундаментальные. О технических причинах сейчас не будем вдаваться в подробности. Я думаю, что здесь элементарно, ясно и понятно, что очень важный, собственно, уровень сопротивления у нас находился на отметке 80 долларов за баррель. Собственно, после очередного теста покупатели не смогли все-таки сохранить инициативу, которая в конце перешла к продавцам. В тот момент, когда рынок нефти демонстрирует ту динамику, которую нам бы хотелось, меньше всего, друзья, хочется накаркать. Поэтому, если каким-то образом котировки нефти сейчас развернутся, прошу на меня какого-то зла, собственно, держать и обиды не таить. По причинам, помимо технических факторов коррекции, я вижу несколько фундаментальных. Ну, во-первых, это новость об услаблении урагана Флоренс, который так и не вырос в пятую категорию. Я думаю, что даже снова снизился ниже третьей. Поэтому о каких-то разрушительных, негативных последствиях, слава богу, речь уже не идет. И мы с вами еще вчера планировали забыть об этом урагане, начиная со следующей недели. Но, вот видите, все быстрее происходит, поэтому мы уже можем обсуждать с точки зрения, опять же, этого прошедшего события, которое спекулятивно разгоняло стоимость нефти, но сейчас это положительное влияние сведено к нулю. И, возможно, больший фактор давления, который уже мы будем использовать с вами как долгосрочное такое, очень долгое, продолжительное топливо по влиянию, это прогнозы от ОПЕК и Международного энергетического агентства. Собственно, прогноз ОПЕК, он был опубликован еще вчера, на брифинге мы о нем говорили. Я напоминаю то, что Ближний Восточный картель сообщил о том, что производство нефти в прошлом месяце выросло на 267 тысяч, и также ОПЕК пересмотрел прогнозы спроса на нефти со снижением. Ну, я очень надеюсь, друзья, то, что вы все умеете делать выводы из таких, на мой взгляд, однозначных по осуждению заявлений. Ну, там не может быть такой двусмысленной интерпретации, все очевидно и понятно. Плюс ко всему Международное энергетическое агентство дала уже, как, скажем, организация, уже совершенно другие цифры. И я доверяю Международному энергетическому агентству больше, потому что это своего рода непривзятый институт анализа ОПЕК. Они могут при необходимости загущать краски, приукрашивать картину, либо против принижать те или иные показатели. Вот Международное энергетическое агентство рубит правду в матку, и она следующая. Производство нефти в рамках страны ОПЕК в прошлом месяце выросло не на 267 тысяч, а на 420 тысяч, и фактически уже достигло отметки 32,65. Вопрос, друзья, на засыпку, в студию. Неужели вы по-прежнему верите, что санкции против Ирана, если, ну да, не приведут, конечно же, к снижению объемов поставок, и этот факт нехватки, сама нехватка углеводородов со стороны иранской, собственно, экономики, иранских поставщиков, неужели она не будет компенсирована вот таким резким ростом нефтедобычи? Много это или мало? По добыче много. Да, такого прироста лично я не видел уже больше двух лет, хотя я думаю, что если совсем уж, скажем, покопаться в статистике, у нас будет рекорд за более продолжительный период. И самое интересное, друзья, вы знаете, кто стал добывать нефти больше всех в рамках вот этого нефтяного картеля? То есть, то самое экономика, то самое государство, которое сколько раз уже выкидывало на рынок новость о том, что будет делать все возможное, чтобы снизить объем добычи, потому что ратуют за стабильность на рынке углеводородов. Это Саудовская Аравия, друзья. На самом деле все совершенно иначе. Саудовская Аравия увеличивает добычу. И я думаю, что это было очевидно для всех. Думаю и уверен, что это было очевидно и для вас. Поэтому мы возвращаемся снова к геополитической картине сфер влияния, разбираем глобальный спрос и предложение. И снова приходим с вами к выводу о том, что если ориентироваться на какие-то долгосрочные трейды, то нет оснований для того, чтобы цены продолжали демонстрировать устойчивую восстановительную динамику. Поэтому по нефтянке у нас с вами расклад остается прежним. Мы ищем постоянно уровни для того, чтобы встать в красивые продажи. Ждать, собственно, снижения цен к тем уровням и к тем ценовым значениям, которые нам необходимы. Как минимум сейчас это котировки 75 и 70 долларов за баррель. Если в конце концов порассуждать на совсем долгосрочную перспективу, вы можете загуглить, поискать перспективы развития глобального экономического кризиса. Вот, кстати, сегодня, буквально перед брифингом, я читал заметку Goldman Sachs. Они прогнозируют глобальный экономический кризис в 2020 году. И, соответственно, тут же разбирают, к чему он привезет по капитализации ключевых фондовых индексов. И, опять же, роста глобальной экономики, спроса на сырье по нефти. Отдельная заметка, там, то, что цены могут просесть от 40 до 50%. Хотите в это верить или нет, это, конечно же, ваше право, друзья. Но я считаю, что в какой-то мере ожидание того, что мировая экономика может в такой перспективе, как в ближайшие несколько лет столкнуться с трудностями, которых циклически мы не видели очень давно, сигналы действительно к этому есть, спрос реально будет по-дорому. Но это лишь доказывает тенденцию будущей слабости нефтянки. И я надеюсь, что эта тенденция где-то в подложке, в подсознании, она для вас очевидна. И то, что вы сейчас не продаете нефть, кто-то из вас, то лишь только потому, что пытаетесь найти более интересный уровень для продаж, ну, либо относитесь к категории рисковых трейдеров, которые гоняются и за локальными, краткосрочными трендами. Рубль 68.24, откатили мы все-таки к 68, я, честно говоря, удивлен. Причин, собственно, несколько, это положительная динамика на рынке валют развивающихся стран. Действительно, если анализировать динамику африканского ранды и индийской рупии, лиры, мы сможем убедиться в том, что курс восстанавливается, там разная динамика от укрепления 0.5 до 2%. Ну, рубль не то чтобы синхронно, опять же, действует с динамикой этих инструментов, но сам факт положительного настроя, конечно же, стал сигналом того, что ситуация на развивающихся рынках немного вышла из прежнего предела накала с Россией, уже не такая опасная, хотя не нужно говорить «гоп», пока не перепрыгнули, я думаю, что это лишь временное затишье. Помимо этого, фактором для того, что рубль укрепился против валютных конкурентов, тоже, собственно, как и по нефти, на уровне важного технического сопротивления, по рублю также выступила ликвидация позиций длинных, многие достигли профита, собственно, как и мы, когда коснулись планки 70 рублей против доллара. Ну и, конечно же, друзья, по-прежнему очень многие, вот мне приходится давать комментарии, и вот вчера я от своих коллег по СМИ слышал, и мне пришлось комментировать заявление о том, что на рынке ОФЗ очевидна якобы положительная динамика. Мы, кстати, об этом вчера говорили, я надеюсь, что вы уловили мои сигналы того, что эта положительная динамика связана, конечно же, не со спросом, а лишь тоже с фиксацией длинных, очень больших, крупных ордеров, в конце концов, это и спровоцировало такой технический откат. Следующая неделя, скорее всего, снова пройдет под грифом давления на курс рубля, поэтому, если кто-то из вас все-таки не вышел из рынка по факту теста 70, там мы видели, петербург и повыше, ни в коем случае не паникуйте, друзья, ситуация изменилась настолько, чтобы у рубля были поводы для бодрости. Воспринимайте текущую коррекцию лишь как техническую должность, нормальность для любого трендового движения, и в настоящий момент этот тренд направлен вверх. Возможно, если есть еще и запасы по депозитам, можете даже смело наращивать длинные позиции, потому что эта ставка принесет, несомненно, хороший профит и доход. К сожалению, ситуация оставляет желать лучшего в рамках российской экономики, а тут еще и нефтянка начинает поджимать. Вчерашний день резкое снижение нефти. Я думаю, что сегодня, опять же, с открытия торгов, мы точно увидим претензии доллара против рубля снова на сопротивление 69, и, возможно, игра вернется к прежнему этому революционному тренду. Доллар и иена, друзья, хай 112.06, и я с большим удовольствием продолжаю констатировать факт сохранения неподдельного интереса к доллару. Снова не хочется повторяться, на чем этот интерес базируется, и не буду, собственно, этого делать. Просто добавлю, что помимо ожиданий коррекции изменения процентных ставок, сейчас доллар ролирует еще и на действительно подтвержденном факте очередного нового раунда переговоров, который должен состояться. Если день назад у нас не было с вами конкретных сведений с отсылками на высокопоставленных чиновников, то сейчас мы смело можем говорить о том, что Белый дом подтвердил инициативу того, чтобы эти переговоры провести. Об этом, собственно, сообщил вчера Ларри Кудлоу. Даже данные по индексу потребительских цен, которые оказались хуже, чем мы видели в прошлом месяце, особо ситуацию не изменили. Трейдеры по-прежнему смотрят по бычьей отношении доллара и видят возможности для еще большего заработка. Пока у нас явное потепление геополитического фона, мы это используем, друзья, потому что раньше только как раз факт обострения торговой неопределенности у нас был своего рода тормозом, из-за которого мы понимали, что спрос будет больше возрастать на конкурентов с более выраженными защитными свойствами, той же самой японской валюты. Но сейчас доллар активно растет против иены, потому что есть все для этого. И смягчение геополитической напряженности, и сильный фундамент. И сегодня, кстати, будут опубликованы данные по уроничным продажам, как я уже сказал, соответственно, еще один фактор, еще одна возможность у доллара сохранить положительную динамику. Фунт против американца, очень насыщенная торговая сессия. В целом я изначально ожидаю, так же, как и вы ставки, никаких изменений, собственно, не предвкушал, не прогнозировал. Да и в целом, когда ставки были опубликованы на прежних уровнях, объем программы «Локупактив», собственно, те же самые 435 миллиардов фунтов, вы видели реакцию неоднозначную сначала британцу, но в конце концов фунт смог восстановиться. При этом я хочу отметить, что восстановление британца наблюдалось на фоне комментариев Карни о том, что страшнейшим риском сейчас для экономики Англии является, опять же, и сам фактор нервозной обстановки в мире из-за вот этих торговых конфликтов, и, конечно же, риск такого регионального охвата – это Брекзита. В частности, Карни позволила себе сделать крайне пессимистичный, но очень реальный сценарий того, что если Англия все же будет вынуждена покинуть Европейский Союз без сохранения доступа к единому европейскому рынку, это по последствиям для Англии будет более страшным событием, чем тот же самый кризис 2008 года. Безработица может стать двухзначной, соответственно, инфляция может вылезти в космос, что будет с монетарной политикой неизвестно, так же, как и неизвестно, что будет с британской валютой, но явно фунт не будет расти. И когда я в формате протокола стал наблюдать в СМИ вот эти комментарии, мне была удивительная динамика восстановительной британции, я не мог понять, чем она была связана, но потом все стало на свои места. Вот параллельно с комментарием Карни на рынок пришла новость о достигнутом прогрессе по границе с Северной Анлантией. Как вы помните, это самый такой спорный момент, но никакой конкретики опять, никаких деталей. Поэтому я советую не особо полагаться на этот фундамент, потому что что-то подсказывает мне, что этот прогресс не такой уж и стойкий. И снова переговоры неизбежно окажутся в тупике. Соответственно, друзья, то, что сейчас британец растет, считайте, что это, с одной стороны, повод вам обратить внимание на тот актив, который динамично входит, с другой стороны, попробовать продать с более высоких уровней. И моя рекомендация, собственно, сейчас использовать татушку с уровня 1.3080. Соответственно, ожидания по данному дуэту активов остаются прежними. Я уверен, что нам не избежать плохих новостей, ввести с полей переговоров по Брекзиту. Я думаю, что они могут появиться уже в ближайшую неделю-две. Евро против доллара. Сразу сделка, друзья, с филлимит с отметки 1.1730. Почему мы европейскую валюту продаем? Да потому что стало ясно, что Европейский Центральный Банк по-прежнему склонен к проведению мягкой экономической политики. Да, Драги не позволил себе конкретных заявлений о том, что будет в конечном счете с программой количественного смягчения в конце этого года. Но пока вроде бы планы остаются неизменными. Напоминаю, что в соответствии с теми последними изменениями, которые произошли с QE, это сокращение программы количественного смягчения 60 миллиардов до 30 миллиардов. Решение было принято с января. И вот с октября программу свернут еще во двое до 15 миллиардов евро в месяц. Она будет продолжаться в таком формате до конца 2018 года. Но поскольку, когда решения о такой дорожной карте принимались, ситуация была совершенно другой на глобальных рынках, мы с вами стали делать допуск о том, что планы могут несколько скорректироваться. И лично я уловил вчера несколько сигналов о Драги, о том, что выход из той же самой программы количественного смягчения и последующие решения, которые предполагают повышение процентных ставок, могут быть не такими уж и быстрыми. По тому, как торговать, я уже сказал, отложку мы используем, подкрепляем позицию слабости евро, еще и потенциально продолжающимся ростом доллара. Кроме того, вчера был пересмотрен прогноз по экономическому росту еврозоны. На этот год и на 19, на этот на 0,1%, с 2,1% до 2% и на 19, с 1,9% до 1,8%. Думаю, что прогнозы будут скорректированы в более худшую сторону, потому что эти прогнозы еще не учитывали последние слабые данные по промышленному сектору или рознице еврозоны. Доллар канадец, друзья, мы снижаемся уже ниже отметки 1,30%. Опять же, давайте скажем потише, чтобы не накаркать. Мы ждем опару гораздо ниже, потому что верим в прогресс по нафто. И не просто так, видите, буквально позавчера на рынке пришли сообщения о том, что соглашение по нафто после того, как Канада открыла собственную молочную промышленность для США, соглашение может быть достигнуто в самое ближайшее время. Я не знаю точные и конкретные сроки, но полагаю, что произойти это может, возможно, даже уже и на следующей неделе, друзья. Очень неплохое ожидание в плане позитива, потому что большего катализатора для Канад сейчас, в принципе, довольно трудно найти. Ну и даже если бы мы сейчас не работали с перспективой нафта и того, что Англия сохранит свои членские права, точнее Канад, прошу прощения, в рамках этого союза, у нас были бы с вами другие катализаторы роста. Это ожидание по ужесточению политики, повышению процентных ставок, что фактически было также подтверждено банком о Канаде, как решение, которое неизбежно до конца этого года. Друзья, пока что рынок остается по-прежнему интересным, исходя из тех движений, которые мы видим. Некоторые инструменты, некоторые идеи мы ставим пока на холд. Видите, как настроения меняются. Но в большей своей такой позиционной торговле все остается по-прежнему. Восстановление доллара сохраняется, а рисковые инструменты берут периодическую паузу в своей коррекционной динамике, но неизбежно все равно к ней возвращаются. Нужно быть преданными тому подходу, к которому вы стали руководствоваться, друзья, потому что такая преданность уже не раз принесла нам хороший профит. Я надеюсь, что по тем позициям, которые мы с вами озвучиваем сейчас, там тоже будет доход, который мы с вами пофиксим. Мы будем, собственно, благодарить за это новостной фон, благодаря которому мы сделали правильный прогноз. Хороших вам выходных, друзья. Увидимся в понедельник, как и всегда, в прямом эфире в 9.30 по Москве. Жду вас с хорошим настроением. Неделя по событиям обещает быть не очень насыщенной, но все-таки насколько интересным является еще политический фон, потому что мы ведь по-прежнему следим за тем, как обстоят дела в отношениях США и Китаем, и мы продолжим следить за ситуацией вокруг Брэкзита, ну и, конечно же, за НАФТ, о котором мы только что поговорили. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова